Харе Кришна, дорогие друзья, сегодня 10 января 2022 года, я нахожусь в Майапуре, здесь уже стало немножко теплеть. Через 4 дня, 14 января, наступит Макросанкранти, это весна по индийским понятиям, индийский Новый год, солнце входит в козерог. Козерог начинается позитивная светлая половина года, в этом знаке козерога находится созвездие Абхиджит, которым командует Господь Вишну, поэтому это считается очень благоприятное время. Итак, сегодня у нас на очереди 95 выпуск ответов на ваши вопросы, и я бы хотел начать с одного небольшого дополнения по вопросу, который прозвучал в прошлый раз. Там был вопрос о том, когда именно приходил в Ясадева Божественный Мудрец, воплощение Кришны, для того, чтобы записать Веды. И мы говорили, что он приходил в заключительной последней части 2 Параюги, эпохи предшествующей нашей эпохе, Кали-юги. И в тот раз я немножко забыл упомянуть одну важную деталь, что каждое воплощение приходит в связи с определенной необходимостью. И что за необходимость была у Вьясадевы именно в это время. То есть мы знаем, что Кали-юга переводится как эпоха тьмы. Кали обозначает черный, одно из его значений. И это обозначает, что в эту эпоху люди будут лишены духовного знания. И поэтому накануне Кали-юги, именно в конце 2 Параюги, очень важно было, чтобы Веды были записаны именно в записанной доступной форме для людей. Это примерно то же самое, как вечером, когда уже садится солнце, становится немножко темно, а мы не дожидаемся ночи, но заранее зажигаем свет, чтобы мы могли ориентироваться. Точно так же в другие эпохи, когда светло, духовные знания присутствуют, записывать Веды нет необходимости. Они живут везде, они очевидны, эти Веды, это знания доступны всем людям. Но как днём, допустим, лампочка никому не нужна, фонарики днём не работают. Они приобретают важность ночью, вечером, когда нет этого естественного освещения. Точно так же смыслом прихода в Яса является записать Веды, то есть зажечь свет именно накануне Кали-юги. И чтобы, когда уже мир войдёт в эту эпоху, и вот царится вся эта тьма, Кали, вот теперь Шимадбхагавата, Бхагавадгита, другие произведения, они и будут как раз теми самыми носителями духовного света, ориентирами для людей эпохи Кали. Вот это вот небольшое дополнение я хотел сделать по предыдущему ответу. Итак, мы переходим к сегодняшнему выпуску. Начинается он с вопроса Ильи. Илья спрашивает. «Юдхиштхира отправлен на 13 лет в изгнание и одетый в оленьи шкуры, путешествуя по святым местам, раздавал брахманам коров и драгоценные камни. Вопрос. Где он их брал, будучи лишённым своих богатств на этот срок?» Нормальный вопрос, практичный вопрос. Действительно, он же не возил с собой целые обозы всех этих драгоценных камней, не водил за собой стада коров и так далее. При этом у него осталась дхарма, дхарма царя, кшатрия, хотя и в изгнании, тем не менее. И обязанность царя – это раздавать пожертвования. Как же он это делал? Здесь есть несколько вариантов ответа. Ответ первый. Пандавы не были обычными людьми. Пандавы были наполовину людьми, наполовину полубогами. И, естественно, что высшие силы их отцы, настоящие отцы, Ямарадж, Индра, Ваю, Ашвини Кумары, они, естественно, помогали своим сыновьям, поддерживали их свыше. Достаточно вспомнить о том, что у их супруги, Драупади, была волшебная кастрюля, так называемая Акшая Патра, то есть неисчерпаемая кастрюля, в которой она готовила. И она, пока она сама, она последняя, как женщина обычно по ведической культуре, женщина сначала кормит всех членов своей семьи, потом в конце ест сама, таков закон обычный. И вот говорилось, что пока есть какие-то гости, посетители, люди, или кому-то хочется добавки, вот эта вот кастрюля, она выдавала столько, сколько надо. И она полностью становилась пустой лишь тогда, когда Драупади сама уже в конце поела. Тогда все, на этом конец. Типа как вот скатерть-самобранка такая. И то есть это вот, мы знаем, из Махабхараты была у нее такая необычная мистическая кастрюля. Поэтому несложно предположить, что это был дар Бога Солнца, если я не ошибаюсь. Не сложно предположить, что полубоги и высшие силы однозначно помогали пандам, когда они находились в изгнании, создавая для них всевозможные какие-то возможности, давая им какие-то там богатства и так далее для полубогов. Это несложно материализовать какие-то вещи. Другой вариант ответа на этот вопрос состоит в том, что Махараджу Ильхиштира мог раздавать все эти драгоценности и коров как определенный вексель. Вексель – это такая ценная бумага, которая обещает человеку в определенный срок дать какую-то определенную сумму. То есть он мог раздавать их в форме обещаний, что когда я вернусь, то как к власти вы получите по моему обещанию какую-то типа расписку, да, вот столько-то, столько-то и столько-то. Ну и третий вариант ответа, что он мог раздавать их на ментальном уровне. Это тоже вариант, это не шутка. Когда отец, тот, кто играл роль отца Кришны, Васудева, находился в тюрьме, когда Кришна родился, говорите, что на ментальном уровне Васудева раздал там множество коров, драгоценностей брахманам для того, чтобы они были довольны и благословили Кришну по поводу, в связи с его рождением. Вот это вполне авторитетная практика, когда человек не способен, допустим, физически что-то сделать, но у него есть определенный долг, он это делает на ментальном уровне. Это носит название Манаса Пуджа, то есть Пуджа или поклонение в уме. Когда, предположим, человек, где-то там, ну, он обычно занимается служением божествам, но вследствие поездки, какого-то отсутствия или каких-то других обстоятельств, может быть, болезни, он не может этого делать непосредственно. Вот, но дхарма с ним остается, поэтому он это делает на ментальном уровне. Это называется Манаса Пуджа. Поэтому вот вам три варианта ответа, как мог действовать Махараджа Ильхишкира. Выбирайте любой, какой вам нравится. Далее вопрос от Акцаны. В лекции Бхакти Вигьяна Госвами по проустав Искон упоминает Бхану Свами, как пример того, что учитель остается Шикша-гуру и принципиально не дает Дикшу, чтобы подчеркнуть важность Шикши. Он называет многие его качества, в том числе как астролога и мистика. Вы приглашали его часто. Что это за человек? В чем его мистические способности и позиция насчет Шикши? Разделяете ли вы ее? Может ли человек с помощью Шикши достигнуть Кришны? Без принятия Дикши и в чем будет тогда его долг? Я не знаю, этой лекции не слышал, не читал. Может быть, под мистическими какими-то способностями Бхану Махараджа, Бхакти Вигьяна Госвами имеет в виду то, что Бхану Махарадж в какой степени занимается этой практикой рейки. Японская такая практика, как сказать, врачевания руками или что-то такое, как гармонизация энергии, я не сильно в этой теме разбираюсь. Может быть, это имеется в виду. То, что он занимается астрологией, это общеизвестный факт. По поводу его отношения к тому, что Шикша важнее Дикши. Да, я разделяю эту концепцию. Я не Бхану Махарадж, не я тем более не выступаю против Дикши. Но Бхану Махарадж объясняет смысл Дикши. Он говорит, что смыслом Дикши является передача Шикши. Потому что даже в былые времена, когда просто передавалась мантра, медитируя на мантру, человек получал знания. То есть он Шикшу получал. Поэтому вы можете дать человеку мантру. Если в этой мантре заложено знание, человек повторяет мантру, так он получил из этой мантры знания. Либо вы можете дать ему не мантру, а просто знание. То есть просто Шикшу. То есть, по меньшей мере, Бхану Махарадж таким образом объясняет, что это не противоположные какие-то концепции, а взаимодополняющие. То есть, допустим, есть история в Брихад Бхагаватамрите, когда один из учителей Гопа Кумара, он просто материализовался вдруг откуда-то из воздуха, дал ему мантру Гопа Кумару и исчез. И больше никогда его этот Гопа Кумар не видел, никаких наставлений от него не получал, просто медитировал на эту мантру и достиг определенного совершенства. Это один из вариантов, да, то есть через дикшу совершенства. Но также мы знаем, что есть и другие варианты. То есть передача знания сама по себе, она практически и является посвящением знания. Разве не об этом говорит известный стих Бхагавадгиты, 4 глава, 34 стих, где Кришна говорит, чтобы разобраться в том, что нужно делать в духовной сфере, необходимо принять духовного учителя со смирением, задавать ему разумные вопросы, совершать служение. Он говорит, тогда вот эта вот самоосознавшая душа посвятит тебя в знания, ибо она видит истину. Упадикшянти тегьянам, упадикшянти дикша, упадикша, вот этот термин даже там в этом стихе встречается, упадикшянти тегьянам. То есть посвящением называется, или дикши, посвящение в знания. Допустим, мы знаем, что Кришна Арджуне на поле битвы именно передал шикшу знания, и это было его посвящение в Арджуне. Вот поэтому Махарадж выступает в основном именно за такой более широкий аспект понимания дикши, который, к сожалению, у многих преданных отсутствует. Опять же, он не является противником дикши, но он подчеркивает важность этой идеи, что все, что человек получает через дикшу, он может получить также через шикшу. Далее, что еще тут важно? То есть смысл, сам смысл принятия духовного учителя, независимо от того, шикша гуру или дикши гуру, состоит в том, что ученик демонстрирует определенную готовность менять свою жизнь. То есть он дает какие-то определенные обеты, он получает определенные благословения от духовного учителя, он получает какие-то наставления от него, и это, собственно говоря, и запускает процесс его трансформации, дает ему вдохновение на практику. Вот что такое дикши. Она может быть официальной, может быть неофициальной. Допустим, Шри Чайтане, он не давал официального посвящения Рупи и Санатаны, он просто поменял их имена с мусульманских на ведические и дал наставление. Идите в Абриндаван и пишите книги о Кришне, открывайте святые места. Вот, собственно говоря, все. Они не давали никаких обетов, он им мантру никакую не давал. То есть он дал им просто наставление, до этого он достаточно долго давал наставление Рупи Госвами, Дживи Госвами, и все, это было их посвящением. Поэтому очень важно понять, в чем суть, каково соотношение, что такое по сути дела дикши. Ведь мы знаем, что слово дикши состоит из двух частей. Ди – это дивья гьяна, божественное знание, то есть подразумевается передача божественного знания. Акша обозначает папасия сангшаям, что при применении этого духовного знания в жизни человек освобождается от своих прошлых грехов. Поэтому очень важно понять, что вот этот как раз дивья гьяна, или передача божественного знания, может быть, либо через вот эту вот дикши мантру, как в былые времена, может быть, через непосредственную шикшу, через непосредственные наставления. И я уже говорил неоднократно о том, что если мы посмотрим на нашу гуру Парампара, на ее последние звенья, ну, одни из последних, вот на алтаре – это Джиганадда с Бабаджи, потом Бахтионодхакур, между ними нет отношений дикши, но они идут друг за другом. Дальше за Бахтионодхакуром идет Гавракишорда с Бабаджи, Махараш, между ними тоже нет отношений дикши. То есть, поэтому это называется в основном большей частью шикши Парампара. И это не какой-то дефект, это вполне себе работающая система. Вот мы это видим, потому что послание доходит до нас. Вот, далее нужно понять, что дикша без шикши, вот за каким-то таким редким исключением, она практически нерабочая. Допустим, если вы Брахма, да, вы можете получить дикша-мантру от Дивья Сарасвати, и, значит, медитируя на эту мантру, достичь просветления. У меня, кстати говоря, интересный момент, когда был этот спор о том, что, значит, могут ли женщины быть дикша-гуру или не могут быть, мне пришла в голову идея, что на самом деле первая инициация во Вселенной была получена от женщины. Так Брахма Самхити сказано, что Дивья Сарасвати, божественная Сарасвати, дала Брахме вот эту вот гопала-мантру, на которой он медитирует. Только потом, через некоторое время он получил вторую мантру, Кама Гая, три мантру, уже непосредственно через флейта Кришны. Так что противники женщин дикша-гуру должны знать, что первая инициация в этом мире получена от женщины. Понятное дело, что Дивья Сарасвати – это непростая женщина, но, тем не менее, прецедент достаточно очевидный. Далее. Если человек получает просто мантру, но это не сопровождается передачей наставления, и человек не чувствует какого-то понимания, через какое-то время он бросает эту мантру, то все плохо заканчивается. В шастрах есть такой стих, где говорится «Гуру мантра парить яги на раке рауравам в раджет». Человек, который прекращает повторять мантру, полученную от гуру, попадает в ад под названием Раурава, где его разрывают на части эти хищные птицы Руру. Не знаю, может быть, это страшилка, но, тем не менее, предупреждение достаточно серьезное на эту тему. Еще также важно понимать, что Шила Прабхупада, проповедуя, говорил о том, что нам нужны миллионы гуру. В то время как у нас за 55 лет существования ИСКОН, какие миллионы, даже сотни наберется, то есть всего 80 чем-то человек дикшагуру. И раз такой существует дефицит дикшагуру, то пусть он будет компенсирован большим количеством шикшагуру. Если не миллионы, ну хотя бы тысячи, это уже будет какая-то адекватная замена. Поэтому Бауна Махарадж, действуя, поступая таким определенным образом, передает послание определенное, что наша парампара в основном это шикша парампара. И сейчас знание в основном передается именно через шикшу, потому что посвящение это именно посвящение в знания. Дикша мантры, допустим, гайатри мантры, да, они по-прежнему продолжают передаваться через парампару, но они обладают вторичной значимостью, потому что в нашу эпоху панчаратрика, или поклонение божествам через все эти мантры, она является вторичной, подчиненной практикой. В то время как первичной практикой в нашу эпоху является Бхагаватамарк, который в общем-то от инициации независим. Или можно сказать, что инициацией можно называть принятие вот этого знания и применение его в своей жизни. Однажды один из учеников Павлопада спросил, как получат посвящение те люди, которые просто читают ваши книги, но с вами никогда не контактируют, Павлопада сказал, они получат посвящение через мои книги, читая мои книги. Один из вариантов такого широкого понимания посвящения дикши, он не исключает вот этого конкретного ритуала дикши ни в коей мере, но это вопрос готовности, кому-то такое посвящение, кому-то другое посвящение, кто на что готов. Но шикша в этом плане является универсальной. Далее Сергей спрашивает, почему кали-юга только для людей, животные и полубоги не деградируют? Если в этом сериале четыре серии, я имею в виду юги, то у режиссера есть интерес в зрителях, может есть смысл досмотреть. Почему корова выполняет харму на 100% рождается человеком? Есть ли список вопросов, на которые вы уже отвечали? Насчёт коровы. Так устроено. А как она ещё, на сколько процентов может выполнять харму? У коровы нет тенденции отлынивать, у неё нет никакого другого занятия, парамат моё вдохновляет из сердца. Вот она жует траву, пасётся, додаёт молоко. В чём, какие к ней претензии? То есть выполняйте на 100% свою дхарму как корова и достигнете того, чего должен достичь человек. Итак, по поводу того, что в кали-югу деградируют якобы только люди, это не так. Потому что на самом деле Махараджа Ирхишкира узнал о наступлении кали-юги по некоторым разным факторам. И одним из этих факторов как раз было поведение животных. И в первой песне Шимат Багава там говорится, что он увидел, как собаки начали лаять на людей. Мы, конечно, можем удивиться, а что собаки раньше не лаяли, что ли? Это же вроде каких обязанностей лаять на людей? Да, они лаяли на каких-то незнакомцев, давая хозяину понять, что кто-то там идёт, какой-то незнакомый человек. В этом плане, конечно, да. Но здесь имеется в виду, что собаки без повода лаяли на людей. Это совсем другое немножко. И вот такое странное поведение собак, какая-то вот такая непонятная агрессия по отношению к людям, это то, что на старожилы Махараджа Ирхишкиру. И так это поведение животных. Животные также деградируют, растения деградируют. Они стали значительно меньше в кали-югу. Более того, в 12-й песне Шимат Багова там говорится, что по мере прогресса кали-юге рост людей будет уменьшаться. Коровы будут размером, как собаки. И какие-то там плоды, они будут как ягоды, маленькие. То есть совершенно очевидно, что это возрастание гуны невежества, оно будет отражаться во всём. То есть деградировать будут и животные, и растения в том числе. Что ещё? Насчёт режиссёра и зрителей, честно говоря, я не совсем понял. Потому что вообще-то мы здесь не зрители, а непосредственно участники. И этот цикл из четырёх эпох, он нужен для того, чтобы мы осуществили свои материальные желания. Поскольку в каждую эпоху разные возможности. И допустим, те желания, которые есть у людей в кали-югу, вы их не можете, кстати, те югу осуществить. Если у человека есть желание пьянствовать, гулять и так далее, как это делают в кали-югу, то в сатте-югу будет достаточно сложно с этим. Даже, допустим, я сейчас нахожусь в Майапуре. Это не сатте-юга, понятное дело. Повсюду только что вы слышали, с грохотом проехала железная такая штука. Это явный признак кали-юги. Все эти механизмы металлические. Но здесь всё заточено под духовную жизнь. Поэтому если здесь человек захочет повеселиться как в материальном плане, какие-нибудь ночные клубы, бары, что-то там ещё, ничего этого не найдёт здесь такого. Потому что здесь совсем другие цели. Точно так же и в предыдущей эпохе не было возможностей таких, какие есть сейчас в кали-югу. А в кали-югу практически отсутствуют те возможности, которые были, допустим, в сатте-югу или в трето-югу. Поэтому нужно понимать, что у каждой эпохи есть своя задача. Что касается вашего вопроса о том, есть ли список вопросов, на которые вы уже ответили, под каждым выпуском, насколько мне известно, присутствует этот список. Можно посмотреть. Далее вопрос задаёт Лея. Это вопрос, конечно, уже не знаю, сколько раз он ещё будет повторяться. Я надеюсь, что это последний раз. Я уже, не знаю, постараюсь наиболее исчерпываю ещё дать ответ. В 66 выпуске вы говорили, что энергию мантры Харе Кришна нельзя направлять на других людей. Джапа, 16 кругов. Да, это наше служение Кришне. Можно ли плоды 17-18 кругов просить у Господа отдать нуждающемуся с полным осознанием того, что на всё воля Кришны и не привязываясь к плодам? Другими словами, как практически нам можно молиться за других? Я уже не знаю вообще, что люди делают, не слушают, не смотрят. Короче, это последний раз, когда я отвечаю на этот вопрос. Вы так интересно говорите, что да, 16 кругов – это наше служение Кришне. А вот 17-18 мы посвятим каким-то другим людям. А что, 17-18 и 20-й круг – это уже не служение Кришне? То есть процесс воспевания Харе Кришны мантры превратился во что-то другое, если это уже порядковый номер этого круга свыше 16-ти? Это неправильное понимание вещей, то есть в вашей постановке заложено серьёзные противоречия. Вы, с одной стороны, пишете «не привязываясь к плодам, просите, при этом желаете направить эту энергию на что-то ещё». То есть если вы к плодам не привязаны, то тогда расслабьтесь и доверьтесь тому, кто лучше нас знает, кому какие плоды, пусть он направит. Иначе почему у вас такое сильное желание направлять энергию воспевания на какие-то другие, пусть благородные, но тем не менее материальные цели? Иначе это получается, как знаете, этот майнинг криптовалюты. То есть я вот тут намайнил, накопал себе биткоинов, вот они будут мои. И так же человек думает, я начитал кругов джапы, вот у меня есть плоды, значит «хочу туда, направо, хочу налево». Это совершенно неправильное, в корне неправильное понимание о духовной жизни. 16 кругов для Кришны, а всем остальным я распоряжу сам по собственному усмотрению, как такой, знаете, самый человек, который там средствами своими, благодетели распоряжается. И так это ошибочное полностью настроение в духовной жизни. Если хотите кому-то помочь в материальном плане, ну возьмите да пожертвуйте деньги. В чем проблема? На то, что посвящено Кришне, не может и не должно направляться ни на какие другие цели. Повторение Харе Кришна мантры – это не деятельность ради плодов, это не какая-то кармаканда. В Падмапуране приводится «10 оскорблений святого имени», и там под номером 8 говорится о том, что если человек считает повторение Харе Кришна мантры благоприятным ритуальным действием ради плодов, вот по типу кармаканды, то такое отношение само по себе является намапарадхой, то есть оскорблением святого имени или оскорблением Кришны, потому что Кришна ничем не отличается от святого имени. Поэтому, если вот такая привычка появляется, что я буду плоды духовной деятельности куда-то направлять, то это уже подспудно и превращает процесс воспевания, вот эту кармическую деятельность, о чем, собственно говоря, это оскорбление предупреждает, чтобы мы этого не делали. Поэтому, если вот такая постоянная привычка, давайте прочитаем круг за здоровье Маши, Саши, Паши, и кого-то еще, или отдадим плоды своего воспевания кому-нибудь еще, чтобы у них там дела поправились, здоровье поправилось и все прочее, это и есть превращение вот этого духовного процесса вот в эту вот кармаканду. Харе Кришна Махамантра предназначена для развития любви к Кришне, больше ни для чего. Цель воспевания, достижение любви Кришны, никакой другой цели у этого процесса нет. Хотите помочь человеку, но пожертвуйте ему плоды своего благочестия. Это не так сложно сделать. Вы же, мы же уже привыкли, наверное, все, да, с телефона, там, по номеру телефона, по номеру карты, переводить кому-то деньги, там, со своей карты на другую, все, мы уже овладели, сейчас вся эта технология работает. Точно так же, может попросить Параматму, Параматму, пожалуйста, спеши с моего внутреннего счета благочестия, там, каких-нибудь, допустим, 100 единиц сукрити, да, спеши с меня 100 сукрити, да, и передай вот тому человеку, да, пусть он тоже, так сказать, там, какие-то блага духовные получит. Пожалуйста, вы можете это сделать. Вот это, это вот реально, как банковский перевод. Эти вещи описаны в Гита Махатми, когда там какой-то бык умирал на торговой площади, и ему там люди разные жертвовали плоды, какую-то часть плодов своего благочестия, и вследствие этого он потом получил лучшее рождение и так далее. То есть это не какая-то фантазия, как вот вы распоряжаете своими деньгами, так же вы можете отдать своим благочестием. Но плоды Харе Кришна Махамантры, пожалуйста, ставьте эту деятельность в покое, в том смысле, что не надо никаких вот этих вот материальных мотиваций под эту деятельность подводить. И вот следующий вопрос, Ратнавали задает вот копейка в копейку. Можно ли передавать плоды чтения джапу другому человеку? И дают ссылочку, да, чтобы все авторитетно было. Один известный проповедник говорит, что нельзя, бум, ссылочка на YouTube, а другой не менее известный проповедник говорит, что можно, бум, ссылочка. Разъясните, пожалуйста, где истина? Истина в Падмапуране. Истина в Падмапуране, которая говорит, что это восьмое оскорбление святого имени. Да, есть где-то, сейчас у меня под рукой неточные цитаты, где-то из Харри Бхакти Вилла, где там тоже говорится о том, что плоды духовной жизни можно в какой-то степени жертвовать кому-то. Но надо понимать, что в этой Харри Бхакти Вилласе там куча всяких разных наставлений и о том, и о сём, в том числе и на какие-то материальные темы. Но когда мы изначально получили послание, что Харри Кришна Махаманта предназначена для воспевания, для развития любви к Кришне, то лучше всего вот эту цель не менять, потому что иначе мы далеко уйдём, и потом нам будет сложно возвращаться опять к этому правильному пониманию. Костя спрашивает, чем Бхава от Премы отличается? Этой же ступени развития, как их отличить и того, кто находится на уровне Бхавы от Премы? Нужно понять, что практика преданного служения Кришне и Бхакти протекает на трёх уровнях Саддана, Бхава и Премы. И у каждого из этих трёх уровней есть свои признаки. Допустим, когда человек правильно практикует Саддана Бхакти, то эту правильную практику сопровождают два признака. Клеша Гни, человек освобождается от страданий, и Шубхада, в нём развиваются все хорошие качества, он становится счастливым. Это признак того, что человек практикует правильную Саддану. То есть он не становится каким-то аскетичным, грубым, сухим, угрюмым, он становится мягким, радостным, счастливым, освобождается от страданий, развивает хорошие качества, потому что он правильную Саддану практикует. Когда человек достигает уровня Бхавы, то нужно понять, пункт первый, что это происходит крайне редко, потому что как раз первый признак Бхавы состоит в том, что она крайне редко достигается. И одна причина, почему она крайне редко достигается, мало кто хочет её достичь. То есть людей вполне, может быть, устраивает то, что их духовная практика принесла им некоторое облегчение, и на этом, как говорится, стоп-машина. И второй признак Бхава-бхакти состоит в том, что люди на этом уровне даже пренебрегают освобождением, то есть для них освобождение уже не имеет какой-то ценности, хотя, допустим, по таким классическим ведическим понятиям Мокша – это вершина. Мокша – это вершина ведического достижения освобождения. А здесь на этом уровне признак Мокши-Лагута-Крид, что он буквально смеётся над освобождением. У него это освобождение, это, ну так говорится, какие-то мелочи жизни. Итак, это уровень Бхава-бхакти. А према-бхакти, она характеризуется тем, что человек испытывает концентрированное блаженство, и вследствие этого такой према-бхакти, он привлекает даже самого Кришну, Кришна-Акаршани. Итак, Сандра-Нанта-Вишеша-Атма, концентрированное блаженство, и Кришна-Акаршани. То есть сам Кришна привлекается. Ух ты, какой бхакти интересный появился, да, према-бхакти. Вот это признаки премы. И понять Бхава-бхакту и према-бхакту могут только люди, которые сами на этом уровне находятся. Нам бы, дай Бог, как говорится, освоить садана-бхакти, хотя бы эти два симптома, испытать освобождение от страданий и развитие хороших качеств. Но, тем не менее, у бхавы есть определенные признаки. И признаками бхавы являются так называемые анубхавы. Вот их, если не изменяет память, девять штук. Это Авиардха Калатвам, что человек не тратит времени зря, только на духовную практику. Он испытывает сильный вкус, тягу к воспеванию, он испытывает тягу в жизни в святых местах, он испытывает тягу к Харикадхе, к разговорам о Кришне. Он лишен гордыни, вот этого мана шиньята. У него есть Аша-бандха, это великая вера в то, что он обязательно получит милость Кришны. Какие там еще у него признаки. Постоянное стремление к совершенству, равнодушен к чувственному наслаждению и так далее. Терпение большое. Вот это вот девять анубхав, или девять признаков, по которым можно понять, что человек находится на уровне бхавы. И от того же автора вопрос, Шива на земном Кайласе находится, который в Тибете, или на другой планете, или измерении. Шива находится на разных уровнях, но в том числе он на земле также находится. Но все дело в том, что Шива это не физическое существо, это метафизическое существо. И на этом Кайласе он что делает? Он принимает на свою голову воды Ганги, которые падают с южной стороны горы Меру. Вот этот приток Ганги, южный рукав Ганги называется Алакананда, который попадает на нашу землю. И Шива принимает его на свою голову, и потом уже в месте, которое называется, если не ошибаюсь, Гомук, значит, там уже вот эта вот Ганга впервые проявляется на земле. То есть она не из-под земли, а она приходит из Акаши сверху, поэтому называют еще ее Акаша Ганга, то есть Ганга, которая пришла из Акаши. Но мы видим появление Ганги, однако мы не видим Шивы. Но тем не менее мы знаем из Шастра, что если бы не было Господа Шивы, то эта Ганга, она бы просто смыла нашу землю вот силой своего этого удара. Но Шива компенсирует эти вещи. Далее Саша спрашивает, какие вопросы вы сами задавали учителям, и какой ответ больше всего поразил или запал в душу? Ну, в начале своей духовной жизни я задавал очень много вопросов. В этом плане я был очень любознательным человеком. Конечно же, я уже сейчас не могу вспомнить все, что там было. Но пару ответов мне запомнилось. Первый ответ, который я получил, он был ценен тем, что это еще было в доинтернетовскую эпоху. Мой учитель был в Австралии, я ему писал из России письмо, обычное письмо, через почту обычную отправлял. И потом через сколько, не знаю, месяц, два или через сколько там я получил ответ уже в конвертике. Все, значит, на машинке напечатанный ответ. И это было мне особенно цену. А, к сожалению, где-то это письмо уже за все эти 30 с лишним лет затерялось. Ну, для меня это был ценный артефакт. Вот и вопрос, который я задавал, там это, конечно, очень популярный вопрос тоже, про то, каким образом живое существо оказалось в материальном мире. Это был мой вопрос. И вопрос мой был, конечно же, построен на основе такой обычной механистической логики, которая не учитывает природу отношений. И учитель ответил мне, что мы частицы Бога, Бог независим, поэтому у нас тоже есть некоторая независимость. Если мы ее злоупотребим и захотим быть отдельными от Него, то для таких существ есть материальный мир. То есть, ну, такой коротко и ясно хотел мне этот вопрос. Но я говорю, что это все для меня было особенно ценно, потому что оно показало мне, что кроме логики есть еще желание, кроме логики есть еще отношения. То есть, есть какие-то немеханистичные элементы в духовной жизни, потому что обычная логика, она механистична. Она не учитывает личностных факторов личности. А его ответ содержал в себе именно вот это вот такое понимание, которое обогащено тем, что мы живые существа, мы личности, и не обязательно, что мы должны действовать строго логично. Мы действуем на основе своих желаний. А желания проистекают из нашей свободной воли. Это был один ответ. Второй ответ, когда я задал вопрос, это уже было при личной встрече. И, насколько я помню, мой вопрос звучал так, что является самым главным в духовной жизни, чтобы она нормально протекала. И мой духовный учитель ответил, что самым главным в духовной жизни является правильная система ценностей, правильное понимание вещей. И он привел мне стих из Бхагавадгиты, третья глава, 42 стих, если не ошибаюсь, где Кришна говорит, что живые чувства выше мертвой материи, ум выше... 41, кажется, не помню. Ум выше чувств, разум выше ума, а она, душа, еще выше разума. И эта иерархия показывает, что в этом материальном мире внизу мертвая материя, потом идут чувства, которые мы воспринимаем в этой материи, потом ум, потом разум, потом идет душа, то есть вот эта все душа выше, материя ниже. Но это естественно, закономерная иерархия событий, вещей вернее. В материальном мире люди вследствие иллюзии все по-другому думают и делают. У них эта материя, которая по своей иерархии находится внизу, она у них оказывается наверху. То есть это их цель, все они работают для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, какие-то материальные возможности и так далее. Вот оно что. А душа, которая стоит выше всего, она для человека в материальном мире оказывается наоборот самым последним. Душа, душа, какой с нее толпы, я не верю ни в какую душу. Мне самое главное было бы, чем желудок наполнить своих детей, прокормить какие-то дела, сделать что-то там, купить и процветать, чтобы быть не хуже, чем другие. То есть он показал мне на примере этого стиха, что у людей в материальном мире перевернута система ценностей, то есть иерархия вещей такова от мертвой материи до сознания, а у людей все наоборот. Мертвой материи наверху, сознание, его качество стоит внизу. И поэтому важным, самым важным в духовной жизни является правильная система ценностей, правильная вот эта вот иерархия понимания вещей, тогда мы будем действовать с правильным пониманием. Вот эти вот два ответа мне показались наиболее важными и существенными. Анастасия спрашивает, что делать преданному, когда к нему подходит пожилой человек или просто он стоит в переходе, ему не хватает денег на лекарства, или люди, которые просят денег в метро или на улице, что преданному в таком случае делать? Просто проходить мимо, так как это пожертвование в невежестве, или просад можно дать, просто если с деньгами проблема и просад дать, это до какой-то степени может помочь, в смысле может помочь в вопросе питания, но что делать с лекарствами? Просад же не заменит лекарства. В случаях, когда просят деньги, нельзя ли дать деньги, но попросить почитать книгу, подарить книгу Шилу Прабхупады, или это будет слишком много от нас отдачи, а человек ничего взамен не дал. Однако, может быть, он все-таки почитает, ее слишком малая вероятность, и может быть, это просто обман с деньгами, а с книгой непонятно, что он сделает. Ну, слишком много у вас разных мыслей по этому поводу, здесь можно много чего, так сказать, сократить, оставить самую суть. Вам очень сложно, вообще нам сложно прогнозировать, прочитает, человек книгу не прочитает, что он с ней сделает, кому-то отдаст, это не наше дело. Наше дело дать людям знания, предложить человеку возможность, использует он сам, передаст другому, это уже Кришна контролирует, мы тут не можем все прогнозировать. Значит, мы должны сделать то, что должны, и все. Мы распространяем духовную энергию в разных формах, в форме духовного знания, в форме святого имени, в форме просада, вот все, кто готов, тот принимает, кто нет, ну, пока ждет. Значит, что касается сбора денег на лекарства, я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, разводка такая, то есть, кто-то хочет разжалобить людей, вот, и через вот эту вот просьбу на лекарства получить свои деньги. Тем не менее, наверняка, есть какие-то искренние души, которым действительно что-то не хватает, поэтому здесь ждите определенного импульса от параматма, параматма, бог сердца, это идеальный индикатор, она точно знает, кто перед вами мошенник, или перед вами какой-то искренний человек, действительно нуждающийся, вот, если вы почувствовали какой-то импульс сострадания, желание помочь этому человеку, кто знает, может, действительно, это искренне нуждающийся человек, почему бы не помочь, вот, значит, если денег нет, ничего нет, ну, что вы можете делать, вы можете только пройти мимо, помолиться Господу, чтобы он как-то помог этой душе, вот, если же к вам регулярно такие люди обращаются за помощью, и так далее, а с деньгами, как вы говорите, хроническая проблема, ну, носите с собой какой-нибудь там пакетик сухого просада, какие-то там сладости, что-то еще, понятно, что просад не заменит, может быть, лекарства от какой-то нынешней текущей болезни, но он вполне станет лекарством от главной глобальной болезни, человек, который получил просад, он уже в этой ли жизни, в следующей ли жизни уже обязательно встанет на путь преданного служения, а это обозначает, что когда он уже встал на путь обратно к Богу, тогда все остальные лекарства, они уже не столь существенны. Мила задает вопрос, все интересные истории о полубогах и боге, его ипостасях из других времен, может, даже несколько кальп назад, почему сейчас, ведь тоже какие-то терки наверняка продолжаются у демонов и полубогов или нет, почему сейчас ничего не слышно и не происходит, а вы как предполагаете, что вам по телевизору скажут, что произошел очередной конфликт между демонами и полубогами, конфликтные ребята, давайте на кого ставки будем делать, кто победит, вы не получите из официальных источников такой информации, более того, если раньше земля была значительно более благостной с точки зрения влияния гун, и поэтому на нее приходили те же полубоги значительно чаще, то сейчас земля просто превратилась в такую, извините, заражение, помойку, и полубогам сюда приходить как-то не особо, то есть земля в Кали-Югу практически на карантине находится, и те, кто на карантине, они могут быть немножко выпасть из всего контекста происходящих событий, это как вот есть такая дивная страна, я ее часто в пример привожу, Северная Корея, то есть там у людей практически нет интернета, каких-то там из всех этих канального этого, интернет-телевидения и так далее, то есть они живут в информационном вакууме, то есть у них есть только какая-то пропаганда, на которую на них вещают, то есть внутренние средства массовой информации, а что происходит в мире и так далее, они вообще не в курсе, когда был последний чемпионат мира по футболу, им сообщали по внутренним, что команда Северной Кореи там победила на этом чемпионате с разгромным счетом 7-0, вообще там всех лучших игроков обыграла, это было просто такое, ну можно было принять это как первоапрельскую шутку, но там все на полном серьезе, и люди верили, потому что у них полнейший вакуум, понимаете, они с внешним миром не имеют никаких фактических связей, поэтому то же самое и Земля сейчас, в нынешнюю эпоху, то есть мы в некоторой изоляции находимся, вот сейчас и с этим вирусом нам стало понятно, что такое изоляция, вот поэтому мы что можем знать о том, что сейчас там происходит у полубогов и демонов, вот тем более, что средства массовой информации, они, так сказать, на другие вещи абсолютно нацелены. Катя спрашивает, как чувства на тонком плане могут быть спровоцированы материальными воздействиями? Человек смотрит в окно и видит материю при помощи материи, свет, который попадает в глаз, в глаза, которые материальны, и которые преобразуют все это в электрический импульс, который идет в мозг, в какой момент происходит взаимодействие физических субстанций с тонкими? Уже когда электрические импульсы достигают мозга или раньше, или это параллельные процессы? Нужно понять структуру человека, что субъектом восприятия, то есть тем, кто обладает изначально чувствами, является душа. Душа видит, она слышит, она обоняет, осязает, чувствует вкусы душа. Но душа здесь покрыта тонким телом, ум разложен и эго, физическим телом. Физическое тело связано с тонким телом, и с душой, всеми этими потоками пран, и так далее. Внутри этого физического тела сознание протекает через нервную систему, поэтому мы чувствуем все, что мы чувствуем, боль, и на кончиках пальцев ног, и в голове, и в ухе, и там, и ся. То есть нервная система разветвленная, и по ней передаются эти импульсы сознания, идущие из души, и они могут в какой-то степени концентрироваться в области мозга, потому что мозг это орган, к которому привязаны все остальные чувства, тут же на голове, глаза, уши, нос, язык, вот это все, кожа, мы все это ощущаем. Поэтому первое, что происходит, это сам субъект восприятия, это душа внутри, а из внешнего мира к нему поступают определенные импульсы, то есть, допустим, физическое тело, это просто какие-то определенные мембраны, это какие-то определенные линзы, это какие-то определенные сенсоры, через которые внешний свет, звуки, какая-то температура, что-то еще поступает внутрь. Вот если, допустим, у человека есть какой-то физический дефект, предположим, как антитрофия глазного нерва или слухового нерва, он не видит или не слышит, то вот эти внешние звуки или внешние образы, они есть, но вследствие этого дефекта в физическом теле, они внутрь не проникают, то есть получается, что физическое тело блокирует какую-то информацию из-за вот этого вот дефекта. Вот далее, если мы находимся внутри, как субъект восприятия душа, а тонкое физическое тело покрывает всю эту систему, то они до определенной степени искажают, искажают эти все сигналы. И поэтому нужно понять, что все это преобразование внешних воздействий в какие-то там уже электроимпульсы, которые поступают в мозг, это чисто часть материальной механики, которые фактически просто перекодируют какой-то внешний импульс в какие-то уже другие, может быть, сигналы. Но в конце концов процесс понимания, расшифровки всего этого, он происходит благодаря так называемой самвит-шакти, то есть энергии познания, идущей от Господа, и поэтому мы эти импульсы, какие-то звуки, слова и прочие какие-то впечатления воспринимаем, трактуем, делаем какие-то определенные выводы, понимаем, и на основе этого, то, что мы поняли через гьянендрия, через эти органы, воспринимающие знания, включаются уже кармендрия, то есть активные органы чувств. Допустим, вы увидели, что на вас бежит большая собака, руки в ноги, так сказать, вернее, ноги в руки, и бежать, да, то есть ваше гьянендрия, чувства, передающие знания, передали вам информацию о какой-то опасности, теперь включились эти вот уже активные органы чувств, и вы убегаете подальше. Вот, то есть физическое тонкое тело, это механика, тонкая и грубая механика преобразования всех этих каких-то вот импульсов, просто впечатлений, какие-то уже электрические там сигналы. Вот, но расшифровка всего этого и понимания приходит на более глубинном уровне, на уровне сознания, благодаря присутствию в самом виде шакти, то есть нашей способности познавать вещи, которая является одной из основных энергий Верховного Господа. То есть еще такой важный момент, вы сказали, что мы видим или воспринимаем материю при помощи материи, мы не воспринимаем материю при помощи материи, допустим, глаз материален, и предмет материален, но то, благодаря чему я воспринимаю этот объект, свет, он не материален, только кажется, да, у света есть материальные носители, фотоны, но сам по себе свет это энергия Верховной Личности Бога. Допустим, говорится в Шимадбхага в том, что солнце обладает такой потрясающей силой, потому что в сердце солнца находится сурья Нарайана, то есть Нарайана это одна из форм Вишну, которая как раз и сообщает всю вот эту невероятную энергию тепла и света, которая нужна для поддержания мира, для ориентации, для того, чтобы мы тут виделись. Вот поэтому, когда вы говорите, что мы материи, чувствуем материю, это неверно. Допустим, я рукой касаюсь поверхности, могу понять, поверхность теплая, холодная, шершавая или гладкая, но вы думаете, что это при помощи кожи, да, кожа материальная, я понял, какая, нет, нет, вот кожа проводник, а самопонимание и познание происходит на более глубинном уровне, на уровне сознания, души, которая имеет контакт вот с этой вот самым вид шахты, с энергией познания. Точно так же, когда живое существо испытывает блаженство, это происходит от того, что у него есть контакт с хладине шахты, энергия блаженства. Если энергия блаженства сейчас не благословляет Дживу, Джива испытывает страдание, то есть противоположность блаженства и так далее. Когда мы находимся в контакте сандини шакти мы испытываем свою вечность когда этого нет я думаю о этом я скоро умру ли что со мной будет то есть нет этого понимания вот поэтому внешняя механика тонкое физическое тело это одна часть самопонимание ощущение переживания они происходят на именно на самом глубинном уровне на уровне души благодаря этим трем энергиям сандини сам вид и хладини шакти макс спрашивает может ли иметь место утверждение что наши проблемы в бхакти йоги связаны еще с тем что мы карма йогу не проходили как это раньше было когда посвящение давали не всем тем кто все предыдущие этапы прошел и поэтому наш ум не привык правилам и ограничениям а ему сразу дают дают высшее и он вносит существенный раздрайв практику и трудно совладать он не приучен даже к материальной дисциплине ну не совсем верно утверждение о том что раньше давали посвящение в бхакти йогу только тем кто прошел карма йогу это не так то есть мы знаем что бхакти не зависит ни от чего ни от кармы ни от гьяны бхакти независимо как вот свету на тьмы независим поэтому это не совсем верное понимание с другой стороны в вашем утверждении есть рациональное зерно в том смысле что раньше сама культура жизни подразумевала что люди следуют карма йоги то есть предписанные ведами деятельности развивает себе определенную отрешенность гьяна йога какое-то понимание вот и при такой подготовке бхакти йога становится для них более понятной более приемлемой для практики и так далее вот то есть опять же смысл не в том что без этого невозможно практиковать бхакти можно бхакти независимо ничего но вы верно замечаете что если у человека есть это вот какая-то база хорошая дать понимание что такое карма йога что такое гьяна йога вот тогда бхакти йога становится для него закономерными естественным этапом роста сознания в нашем же случае как вы верно заметили у нас предварительной подготовки нет и поэтому на нас сразу обрушивают такой шквал всего что это можно сравнить с таким вот знаете с такой шоковой терапии когда сразу человеку сообщают ты не тело значит ты частица бога вечный слуга кришны оставь все предайся ему бум это как шоковая терапия ни с того ни сего то есть человек таким истинным не готов мягко выражаясь да вот и поэтому мало находится людей которые с радостью да 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 это именно то что я искал то есть даже если они философские теоретические эти вещи принимают в практической сфере им бывает достаточно непросто отказаться от своих прошлых планов какой-то мотивации привычек сменить свои вкусы неизменные на высшие то есть борьба определенная внутренне идет по трансформации личности и в этом плане да вот этот особый метод экспресс метод сознания кришны он самый быстрый но он требует некоторой квалификации которую большинство людей к сожалению нет вот и поэтому бывает так что люди берут на себя какие-то повышенные обязательства под влиянием угонной страсти потом срываются не способны им следовать разочаровываются и и так далее то есть потому что обычно ну при таком естественном раскладе вещей уходит несколько жизни на подготовку к принятию вот это вот чисто чистого духовного послания конечно же можно сказать что сейчас шри читания он дает особую милость и по этой милости многие процессы ускоряются вот но тем не менее люди калиюги остаются людьми калиюги вот и по этой причине у нас может быть достаточно серьезная текучка то есть многие люди как-то вдохновляются заинтересовываются а потом через какое-то время они уходят я слышал не знаю насколько это точно такая как бы попытка некой статистики что в целом очок проводит общество создания кришны примерно около пяти лет это время когда он обретает что-то новое за это время получать много информации проходит какие-то курсы получает посвящение может быть одно-два то есть у него его вера в чудо продолжает его держать вот и он думает так ну через какое-то время что-то получу да но проходит три четыре пять лет если допустим по понятиям по расчетам человека срок ожидания закончился а чудо не произошло он думает ну что же такое да то есть может быть меня обманывает теку трудно может быть принять то что он сам не очень сильно квалифицирован скорее он будет по привычке будем страсти указывать на других да что я конечно не могу быть виноватым виноват наверно они какая-то система там не промыла мозги или меня обманули что-то там еще или гуру у них неправильно или еще какие-то всякие разные причины вот то есть а а дело-то в том что естественно что мы должны жить в ожидании чуда но этот у этого периода ожидания нету срока давности поэтому рупа гласами и говорит в нектаре наставление что человеку необходимо запастись терпением муца ханящая дарят то есть должен быть энтузиазм который рождается от постоянного контакта с более возвышенными людьми и должна быть этот определенная твердость и терпение к сожалению люди калиюги не особенно терпеливы и поэтому их не хватает на долгий срок обычно в гуне страсти люди хотят чтобы плоды пришли быстро а в духовной жизни быстро плоды особенно в коллегу не приходит в эту эпоху аманда баги то есть удача приходит к людям медленно мало кто быстро прогрессирует калиюга все медленно идут вот поэтому людей не хватает терпения они говорят ну все с меня хватит я хочу хочу наслаждаться по-прежнему как 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 я раньше вот а кришна рассказать под подождет вот и конечно же это вопрос к проповедникам крови низкой тактики то есть допустим были времена когда людей буквально вот так вот вырывали из социального контекста и семьи из работы из учебы подходили все ты не тело ты слуга кришне оставь все предайся ему бум и некоторые люди которые как-то так не сильно были привязаны к своей материальной ситуации и ситуация у них была не очень то они действительно бросали все это и предавались кришне сейчас вот таких вот радикалов которые готовы мгновенно все ради кришна оставить но по моим наблюдениям может они где-то есть но их все меньше и меньше вот поэтому эту ситуацию историческую необходимо учитывать и памятуя что люди запада это в целом люди такие рационально настроены возрастает важность определенных образовательных программ которые показывают рациональным людям которые не просто на веру какую-то покупать или на какие там истории вот а которые хотят увидеть определенную практическую ценность ведического знания вот и через это они с течением времени могут подойти к принятию бакты это не единственная проповедническая стратегия должна оставаться без сомнения прямая чистая проповедь но мы должны понимать что у любого хорошего мастера у него ни один инструмент в обойне у него разные инструменты есть допустим молоток забивать гвозди за какой-нибудь гвоздодер наоборот вытаскивать гвозди то есть это это у него может присутствовать вот поэтому чем богаче инструментарий у проповедника тем более он универсален вот и поэтому это не вопрос противопоставления что лучше а это скорее всего вопрос синтеза что должны быть разные образовательные проповеднические программы для разных категорий людей или она мазур спрашивает что такое сознание что значит сознание признак души в чем отличие сознание от ума и как оно проявлено в составе тонкого тела сознание признак души это примерно то же самое что свет это признак светлячка допустим ночью вы не видите светлячка но увидите свет из него исходящий поэтому свет вы понимаете тут какой-то рядом светлячок есть то же самое мы не видим сейчас души она не имеет материальных параметров но эманации души или это сознание и мы проявляем человек видим чек сознание или нет если он адекватен действует все у него хорошо реагирует на все правильно что он в сознании то есть это сознание это есть видимый аспект самой невидимой души душа это атма которая находится внутри которая является источником жизни источником желания и так далее вот а теперь вы говорите чем сознание отличается от ума сознание это некая базовая платформа то есть это то о чем мы только что говорили что сознание будет природой вечности сандине оно обладает способностью познавать вещи сам вид она стремится к наслаждению к счастью это холодильни шакти вот а на ум разум ложное эго это проекции сознания на физическое тело и дать вот ум разум ложное эго они представляют собой тонкое тело человека то есть тонкое тело человека это времени заменитель души проекция души на физическое тело вот и сознание это просто такое живительное электричество которое питает всю эту систему ложное эго ум разум это некое программное обеспечение которое работает для того чтобы осуществлять желание души через а вот это вот посредство через интерфейс этого физического тела то есть у тела и вернее уже у существ есть какие-то определенные планы я бы хотел через за тело наслаждаться так то и так то вот и уже ложное эго ум и разум это то что планируют как мы будем через это тело наслаждаться и тогда получается что происходит некое что ли удовлетворение или не удовлетворение если карма не позволяет желание живого существа и соответственно удовлетворенность или неудовлетворенность вот поэтому нужно понять что сознание это признак души исходящий а ум разум эго это уже проекция этого сознания на физическую сферу то некие функции что духовном мире тоже есть и его и разум и ум но это функции чистого сознания то есть там через истинное эго живое существо считает себя частицей слугой кришны через разум думает как лучше строить отношения через ум воспринимает мир испытывать какие-то желания тоже какие-то предпочтения выбор делается на основе таких предпочтений ума но духовного очищенного ирина спрашивает между кем происходит внутренний диалог один внутренний голос обычно ругает критикует и побуждает к действию причем его советы не всегда приводит хорошему результату другой голос оправдывается капризничает и делает по-своему иногда оказывается прав третий голос здравомыслящий но вмешивается редко но чем является субъект общения все чаще хочется спрашивать у разговаривающих в голове а я вам не мешаю собственно и кто тогда я который слушает внутренний диалог вот у нас серия как раз вопросов примерно на схожие темы что опять же субъект восприятия то есть кто-то слушает диалог это атма душа вот но а сейчас мы не сознаем себя душой поэтому мы себя сознаем каким-то телом через посредство ума разума через через вот это вот эго вот и фактически все эти внутренние диалоги подчеркиваю диалоги диалог обозначает два говорят два да вот именно диалоги они происходят между умом и между разумом вот поэтому вот это а многоголосие это только кажущиеся эффекты быть там первый голос второй третий нет голоса два душа слушатель собственно говоря и душа слушает как два ее аспекта ум и разум между собой разговаривает ум ближе к чувствам ум связан с материальными желаниями хочу не хочу привязанность пристрастия антипатии там какие-то обиды и прочее вот а разум стоит ближе к душе поэтому он более разумный более отрешенный вот но разум тоже может попадать под влияние трех гун материальной природы поэтому иногда ум и разум оказываются в одной лодке на одной стороне то есть они могут не спорить друг с другом как раз стать союзниками какой-то момент они могут опять разругаться когда значит разум опять немножко протрезвее станет ближе к душе а ум он сохранит свои какие-то вот эти вот материальные привязанности опять между ними какой-то антагонизм поэтому вот это вот кажущиеся многоголосие возникает просто от того что ум и разум они могут петь разными голосами хотя певцы остаются теми теми же самыми но арии их так сказать всякие разные тембры могут меняться потому что человек же находится в потоке меняющихся гун и вот один и тот же разум сегодня говорит под влиянием гуны благости так а завтра под влиянием гуны страсти или невежество говорит как-то там по другому и вам кажется что это какое-то многоголосие нет всего два голоса ум и разум говорят но я не беру случай подселения духов там которые там свои так сказать еще вставляют ремарки и реплики вот мы сейчас говорим про ситуацию когда нет вот этого да только вот слушатель сам индивидуальное сознание и разные аспекты этого сознания которые между собой дискутируют вот и так под влиянием вожделения гнева жадности ум и разум могут практически слиться во что-то одно вот или наоборот когда какой-то вот про тренан протрезвление такое наступает разум говорит все хватит с этим покончено а ум там конючит не я еще хочу да и опять начинается этот все все разговоры вот поэтому нужно понять что как вот предположим человек один в комнате но если комната уставлена зеркалами то человек отражается и там и там и там может пока то что в комнате много людей да это просто отражение всевозможные также и нет этого многоголосия есть просто разные состояния меняющиеся через которые одни и те же голоса из одних и тех же источников просто по-разному звучат крис пишет вы говорили что сначала в материальный мир дживо падает как брахма а уж потом деградирует в низшие формы как же тогда получается вот образовался пузырь одного брахма туда поселили это понятно но потом он же сразу создает тела разных форм и туда заселяются разные души то есть кто-то свой путь начинает все-таки не с брахмы иначе все бы сначала были брахмами и вся вселенная брахом ведь так что скажете ну первое что я вам скажу это то что вы не слушаете моих выступлений самого начала это первое что он скажу потому что же на этот вопрос я отвечал а второе что я вам скажу это то что ваша логика достаточно ограничена и вы не учитывать некоторых факторов ошибка ваших рассуждений состоит в том что вы думаете будто бы существовало какое-то единое общее начало для всех никакого единого обще начала для всех не было это вечный процесс существует бесконечное количество вселенных и существует вечный процесс вот это вот этой самсар от этого круговорота душ материальном мире поэтому когда мы говорим про начало то это индивидуальное начало то есть допустим моё начало моя история в этом материальном мире когда я вхожу в эту игру это моё начало да но для других это уже не начало я вошел как брахма а другие там уже крутится вертится как кошки собаки деревья там уже непонятно что да потом я слетаю с этого поста какой-то приходит другой брахма и поскольку количество вселенных бесконечно то нету дефицита дефицита во вселенных дефицита в этих постах брак вот поэтому как вот вы допустим выступили в игру там каком-то 50 выпуске начали смотреть допустим и выступление с первого с какого-нибудь допустим 50 это ваше начало но процесс так крутится уже давно этот ваш вопрос задавали уже другие а вы думаете а вот как же так да вот я тут вот вот она начало это не начало это ваше индивидуальное начало но вещи уже продолжается всегда поэтому учитывая вечность процесса и бесконечность количество душ и вселенных ваша вся логика она постепенно рассыпается вот этих вот величинах потому что я говорил уже что разум работает как калькулятора калькулятор он работает только с какими-то фиксированными ограниченными конечными цифрами вы не можете бить бить калькулятор бесконечное число и посчитать там какие-то какие-то операции с ними вот поэтому когда мы говорим о том что значит существует бесконечная эта вот история бесконечные все эти циклы бесконечное количество возможностей вселенных и так далее все наш разум останавливается калькулятор так считать не может вот поэтому здесь нужно понимать что есть какие-то вопросы которые мы можем понять только до очень ограниченной степени далее крис не знаю это он или она но продолжает спрашивать когда в духовном мире появилась завистливая джива а вселенная еще не создана то где держит таких до тех до их появления в материальном мире если сизо вы мыслите в категориях времени вот завистливая джива появилась а материального мира еще нет чушь делать куда ее засунуть какое сизо посадить расслабьтесь в духовном мире нет времени в нашем смысле этого слова и поэтому нет вот таких вот искусственных проблем которые вы только что озвучили если появляется какое-то живое существо которое решило связать свою судьбу с материальным миром она попадает в тело маха вишну тело маха вишну вот и этот маха вишна находится в состоянии сна и он дышит вдох выдох вот если даже сейчас вселенной нет живое существо находится внутри этого маха вишны когда маха вишну в состоянии анабиоза, такого неосознанного сна. И когда Махавишну делает выдох, она входит в какую-то вселенную и начинает там реализовывать свои материальные планы. Поэтому все в порядке. Следующий вопрос задает, не знаю, как ударение поставить, малая или малая. В общем, она спрашивает, если я Овен и главные планеты Марс и Солнце, по идее я должна руководить, и мне это нравится. Но в детстве был случай, когда меня загнобили, растоптали самооценку, и мне теперь трудно поверить снова в свою природу, выполнять дхарму, что делать. И у меня хроническая болезнь, горло, чуть ветерок, так ангина. Это значит, Сатурн поражает. Как на тонком уровне это влияние скорректировать и огненному знаку с воздухом примириться? Огненному знаку с воздухом примиряться не надо, потому что это как раз дружественные стихии. Как известно, воздух поддерживает огонь. Поэтому здесь все в порядке. Также нужно понять, что мало определить, какой у вас там восходящий знак, Овен или рыбы. Это лишь какая-то малая часть характеристик. Очень важно понять, где находится хозяин восходящего знака. Допустим, если вы Овен, значит, хозяином является Марс. И в каком положении находится Марс? Если он находится в сильном положении, чем-то там он укреплен, тогда да, будете вы иметь способности к руководству, или с кем-то там будете сражаться, биться и так далее. Если еще сильное Солнце, соответствующая Луна, все. А если просто у вас восходящий знак Овен, Марс в ослабленном положении, Солнце тоже, Луна не очень, тогда у вас будут просто амбиции Овна. А реализации этих амбиций не будет. Вот и все. Поэтому не нужно себя оценивать только по таким ограниченным характеристикам. Не будьте дилетантом. Хотите изучать джетиш, астрологию, изучайте ее серьезно. Если не можете серьезно погружаться, вообще забудьте об этой теме. Большая часть людей живет без астрологии и сильно не страдает. Просто действуйте на основе здравого смысла. К чему душа лежит, что получается, то и делайте. А то вы сейчас запутались в этом своем гороскопе. Как же так? С одной стороны, я Овен, а с другой стороны, у меня что-то не получается. Как же быть на тонком плане? Просто делайте то, что предлагает судьба. Вот и все. То есть астрология, это не воздух, не вода, без нее можно жить. Если что-то хорошо понимаете на профессиональном уровне, окей, это может помочь. Не понимаете, это не смертельные вещи, потому что есть параматма, есть другие живые существа, через которых она тоже действует, дает какие-то советы, помогает, поддерживает и так далее. Вот и все. Что касается хронических болезней горла, Сатурн может быть при чем, может быть ни при чем. Третий дом гороскопа отвечает за горло, какие-то там есть поражения у вас, не знаю что. Вы спросите, что делать? Ну, опять здравый смысл, да? Не пейте, не ешьте ничего горячего, холодного, да? То есть не пейте, не ешьте ничего холодного, только все теплое, горячее, подогретое. Носите шарф, делайте симхасану, поза льва. Здравый смысл, все очень просто. Андрей спрашивает, подскажите, век Кали длится 432 тысячи лет, а золотое вкрапление – это 10 тысяч лет. И когда оно будет? Оно уже есть. Просто опять же, под влиянием гуны страсти мы хотим все и сразу, чтобы нам золотой век – это все обозначает. У нас тротуары тут из золота, да? И все тут ангелы летают с крыльями. Все золотое, золотое. Так мы понимаем золотой век. Золотой век – это век золотой возможности, когда у живого существа за относительно небольшой срок появляется возможность развить свои отношения с Богом, решить все вопросы навсегда. Вот что такое золотой век. И так он начался с приходом Господа Чайтани в XVI веке. Уже прошло 500, чем-то там, 530 чем-то лет, или там уже не помню, 40. Какой-то там год Гаурабда уже, счет потерял, честно говоря. И как все будет происходить? Недавно я слушал одну презентацию Арамешвары Прабу, одного из таких старых учеников Шилы Прабхупады, одного из таких бывших ярких лидеров, руководителей, который руководил BBT, вот это вот издательством книг Шилы Прабхупады. И однажды он рассказывает, он задал вопрос Шилы Прабхупаде, как будет развиваться наше общество, как вот этот золотой век действительно вступит в свою силу. И Шилы Прабхупада дал довольно интересный, неожиданный ответ. Он сказал, что вы активно проповедуете, распространяете книги, проводите харинам, раздаете людям просад. Люди соприкасаются со всеми этими субстанциями, и мы видим, что далеко не все из них, только единицы какие-то серьезно все это воспринимают. Но, тем не менее, этот любой контакт живого существа с духовной энергией в форме книги, в форме просада, в форме святого имени, он никогда не проходит даром. То есть, даже если в этой жизни они больше никаких не сделали телодвижений в сторону Кришны, а в следующей жизни, поскольку они получили бхакти-сукрити, неосознанное, они станут на один шаг ближе к Богу. То есть, они что-то еще получат, то есть, как-то еще, может быть, они соприкоснутся с Богом еще ближе. То есть, скажем, если они ходят по кругу, то с каждым кругом, с каждой жизнью они будут все ближе к центру, все ближе к центру, все ближе к центру. Вот в конце концов, пока они не поймут, что делать-то надо. И поскольку таких людей будет все больше и больше, поскольку духовная энергия же распространяется, с каждой жизнью они будут становиться все более и более и более зрелыми, это обозначает, что в обществе будет все больше расти запрос на другой тип управления, на другие общественные ценности, на другие взаимоотношения, на другие вот такие вот вещи, понимаете, да? То есть, просто потому, что люди не только практикуют сейчас бхакти, а просто соприкасаются с бхакти, да? Их будет все больше и больше и больше. И преданные, как правило, преданные же после одной жизни, ну, прямо скажем, не возвращаются в духовный мир. Вот мало кто такой квалификации обладает. Они продолжают расти из жизни в жизнь. Итак, смотрите, с одной стороны, с течением времени, с каждой жизнью преданные будут все более и более совершенно. С другой стороны, будет становиться все больше и больше людей, которые так или иначе соприкасались с бхакти. То есть, будет расти вот эта вот атмосфера благостная, с одной стороны. С другой стороны, преданные все более и более зрелыми будут становиться. Вот это называется золотой век, понимаете, да? Потому что есть такие, как их называют, все пропальщики, которая говорит, все пропало, все пропало. Вот после Прабхупада ушел, после него уже учителя какие-то не такие. А представьте себе, что после них еще хуже, а у них еще все пропало, все пропало. На самом деле все постоит прямо противоположным образом. Да, после ухода Шилы Прабхупада некоторый, так сказать, сбой произошел, потому что сразу достаточно резкий контраст в уровне, тот, который давал он, и тот, который смогли предоставлять его, пускай даже и лучшие ученики, но все равно они не были достаточно опытными. Самые старшие из них были в движении всего 11 лет, 66 по 77 год. Это маловатый срок для того, чтобы действительно что-то такое мощное, серьезное представить. Но люди же находятся в процессе роста, в динамике. И поэтому вот эти все пропальщики, которые говорят, что из поколения в поколение будет все хуже и хуже, они не учитывают этого самого главного момента, что поскольку преданные из жизни в жизнь растут, они как раз будут из жизни становиться все лучше и лучше. И таких людей будет все больше и больше. И людей, соприкасавшихся с духовной энергией в виде книг про сады, святой у них, их будет все больше и больше. Таким образом будет меняться сама атмосфера общества. И преданные все более и более могущественными будут становиться. Именно из-за того, что они из жизни в жизнь развиваются. Вот это называется золотой век. Вот все. Андрей спрашивает. «Подскажите, пожалуйста, у меня супруга покончила жизнь самоубийством. Это значит, что ее душа больше не переродится, и она будет вечно скитаться между мирами?» Нет, не вечно. Она будет находиться в тонком теле, в тонком мире до тех пор, пока не исчерпаются, не закончатся все те годы жизни, которые ей полагалось прожить в физическом мире. Допустим, человеку полагается прожить, грубо говоря, 75 лет, а он в 60 лет, предположим, закончил самоубийством. И вот эти 15 лет, которые он не дожил, он может провести в этом теле привидение, а потом получает новое рождение. Но особенность таких существ состоит в том, что даже когда они получают новое человеческое тело, как правило, они рождаются в каких-то неблагополучных или неполных семьях, либо они рождаются вследствие каких-то внебрачных связей. То есть, фактически это означает, что качество их жизни будет хуже. Поэтому не стоит подвергать свое будущее вот такому риску, когда у людей нет знаний, они совершают много ошибок, заходит какой-то тупик, и потом им кажется, что самоубийство – это выход из этого тупика. Да, это кажется временный выход, но это тут же вход в какую-то другую, куда более худшую ситуацию. Поэтому нужно понимать, что выход нужно искать не через низ, а через верх, через возвышение сознания, а не через вот это вот саморазрушение. Андрей пишет, возможно ли, что Кришна – это высококвалифицированный программист, а наш материальный мир – компьютерная программа. Локации загружаются, когда это необходимо, ведь квантовые частицы ведут себя тоже по-другому, когда за ними наблюдают. То есть, если Кришна заходит в ту или иную программу, то там все работает, а остальное в спящем режиме. Есть ли об этом упоминание в ведах? В ведах нет современной терминологии программистов, но если мы внимательно почитаем некоторые вещи, то мы можем прийти к заключению, что материальный мир – это некая иллюзия или виртуальная реальность, в которой мы временно участвуем, так же примерно, как вот геймеры погружаются вот в эти вот игры свои компьютерные, и там проходят какие-то разные уровни и так далее. Вот, то есть, буквально в самом первом стихе Шима Адбагова, там первая песня, первая глава, первый стих сказано, там стих большой, я фрагмент зачитаю его, что лишь благодаря Ему, то есть Кришне, материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гунт природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны, то есть вот это вот, потому что виртуальные обозначают мнимые, мнимые – значит нереальные, так виртуальные или мнимая реальность, материальный мир. Далее интересные цитаты идут из второй песни Шима Адбага, в этом девятая глава, стихи с первого по третье, я зачитаю вам. Шишука Девага с вами сказал, «О царь, если бы не влияние энергии верховной личности Бога, зачем было бы чистой душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом, это связь подобна сну, в которой спящий вид, как действует его тело». То есть здесь материальный мир называют состоянием сна, в который нас погрузила вот эта вот иллюзорная энергия. Далее во втором стихе Шишука Девага с вами говорит, «Находящийся во власти иллюзий живое существо появляется во множестве форм, которые представляет ему внешняя энергия Господа». Как вот человек входит в эту виртуальную игру, он выбирает себе аватар, да, то есть героя, через которого он будет взаимодействовать, да, «Наслаждаясь кунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я и мое».» То есть оно тоже несливает себя с этим мнимым персонажем, героем, которого он принял в этой игре. И дальше говорится, что «Как только живое существо возвращается в свое изначально исполненное величие состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, оно отбрасывает оба типа ложных представлений жизни, «я и мое», и таким образом полностью проявляет свою природу чистой души». То есть здесь описан процесс вхождения в эту иллюзию и процесс выхода из нее. Поэтому современная компьютерная терминология облегчает нам, современным людям, понимание всех этих вещей, но по сути дела те же самые вещи в Шимаад Бхагаватам описаны другими словами, где используются термины «сон», «иллюзия», «наслаждение» через эту внешнюю машину или такую аватарку через временный персонаж физического тела. Далее вопрос Оксаны. «Насколько правильно видеть Бога добреньким?» Или вернее осознавать Его независимость и трансцендентность от наших материальных дел. Просто мы привыкли, что Бог всегда якобы должен решать наши проблемы и быть добреньким, а если нет, то и энтузиазм пропадает. Как к его положению относиться и на самом ли деле ночь в Риндаван Кришне не до нас? Или все-таки можно считать Его своим парнем на деревне и развивать Мамату? Эзотерический вопрос. Предполагаю, что он и всем будет понятен. Начну с конца развивать Мамату. Мамата – это санскридский термин Мамата, который обозначает «Кришна, Ты мой». То есть, когда у преданного развивается чувство, что не я принадлежу Кришне, а Кришна принадлежит мне. Кришна – моя собственность. Это состояние сознания правильное, но на уровне чистой любви к Богу. Прямо это не наш уровень, прямо скажем. Итак, на нашем уровне все-таки правильнее и корректнее развивать понимание, что не Кришна – мой, а я принадлежу Ему. Я – Его. Я – Его собственность. Это будет более соответствовать нашему реальному уровню. Что касается утверждений «Весна, Вриндаван, Кришна не до нас», то это красивые стихи, но это не шастры. Потому что шастры все-таки утверждают, что Кришна до нас. В четвертой главе Бхагавадгиты он сам говорит, что чтобы защитить праведников, уничтожить злодеев и восстановить принципы религии, я сам не скажу этот мир из века в век. Это говорит о том, что он о нас заботится, то есть Ему до нас. А то, что там он во Вриндаване и так далее, это все понятно, потому что материальным миром управляет прямую не Кришна, а кто? Вишну. То есть Параматма, он контролирует все эти вещи. И в каком-то смысле мы понимаем, что Кришна и Вишна – это одна и та же личность, просто с разным функционалом Кришна наслаждается, Вишну больше, скажем так, работает, приглядывает за этим материальным миром. И проблемы нашего существования Бог редко решает своим прямым вмешательством, как это в случае с пандавами, когда он реально вклинивается в какую-то ситуацию и помогает им мешать. В нашем случае, поскольку мы не являемся настолько возвышенными личностями, он дает нам знания, предлагает нам либо подняться над этими проблемами, думая обо мне, и так ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Либо другой вариант – это принимать все эти проблемы с правильным сознанием, как уроки, определенные через эти трудности, расти. Вот поэтому Бог добренький, не обязательно, что Он вот сам пришел и все за нас сделал. Он добренький в хорошем смысле слова, что Он предоставляет нам варианты возможностей, и что вот так, так, так можно к этой ситуации относиться, подходить. Поэтому использование слова «добренький» в негативном смысле, в данном случае, я думаю, не стоит этого делать. Лучше следовать изначальным смыслам слов, что Бог без сомнения добр, но Его доброта может проявляться не всегда таким образом, как мы того ожидаем, что Он прямо сейчас за нас все вопросы решит, сам придет, да, и все, нас вылечит, денег даст, в магазин сходит и так далее. Вот, то есть Он предоставляет определенное понимание, а это понимание или знание, оно высвобождает определенные ресурсы, определенные возможности, расширяет, то есть благодаря духовному знанию расширяются возможности человека, и сознание повышается. Вот таким образом решаются все вопросы. Сашок пишет «Сколько же рук у Бога? Где рисует шесть, а где четыре?» Ну, я вам, наверное, я вас совсем запутаю. В 13 главе Бхагавадгиты говорится, что у Бога бесконечное количество рук, и там сказано «повсюду его глаза и уши, руки и ноги повсюду». То есть четыре, шесть – маловато берете. То есть повсюду его руки, повсюду его ноги. Но это для того, чтобы показать все проникающую природу Параматмы. Если брать какие-то конкретные формы, то, допустим, Кришна, поскольку Он не работает, Ему много рук не нужно. У Него две руки, флейту держать, с гопи танцевать, все, Прасад есть, больше Ему не надо. А вот уже, допустим, форма Вишну, она рабочая, тут уже четыре руки, извольте, нагрузка возрастает, карать этих самых демонов, защищать праведников и так далее. Есть такая шат-буджа, это шестерукая форма, где две руки Кришны, держащего флейту, две руки Рамы, которые держат лук и стрелы, и две руки Господа Чайтани, которые держат посох Саньяси, Кумандалу, этот сосуд для воды. На самом деле очень много разных форм. На Ресимхе была масса рук, которыми он там разорвал этого демона, Хирани Кашипу. Поэтому функционал Бога, то есть количество рук, возрастает или уменьшается, в зависимости от необходимости. Коля спрашивает, как Баларам был за Дурьотхану и почему в итоге в битве не участвовал? Половина Бога была на стороне демонов, это трудно понять. Если бы он участвовал, то панды вы могли бы проиграть. Половина Бога не была на стороне демонов. Дело было так, что однажды, когда Баларам гостил в Медхиле, то несколько лет он там жил, этим воспользовался Дурьотхана и отправился туда, для того, чтобы учиться у Баларамы искусству сражения на этих булавах, палецах. То есть он с полным смирением принял Балараму своим учителем, с большим почтением, уважением к нему относился и Баларам зеркально отвечал, то есть он как учитель должен любить ученика, даже если этот ученик, может быть, там он в чем-то нехорош, но вот в данном конкретном амплуа он был успешным учеником и поэтому Баларам ему, в общем-то, благоволил. Когда же дело зашло о войне и стало очевидно, что Кришна будет на стороне Пандавов, то Баларама не хотел выступать на противоположной стороне от Кришны, как от него ожидал Дурьотхана и поэтому он предпочел отправиться по местам паломничества, не желая в этой войне участвовать. Но нельзя сказать, что одна половина Бога, Кришна, был за Пандавов, вторая половина Бога, Баларам был за Дурьотхану. Но нет, он не был за Дурьотхану, он просто отвечал ему тем же, то есть к нему Дурьотхану относился уважительно, вот и Баларам тоже ему платил той же самой монетой, понимаете, вот это нормальные, ну, зеркальные отношения, как аукнется, так и откликнется. Вот поэтому в этом этика учителя и ученика. Например, известно, что Дришта-Дюмна появился из жертвенного огня царя Друппады для того, чтобы убить дрону, дроначарью, то есть его противник, дроначарь, Друппад, он как раз для этого такого сына себе и вызвал, он пришел с высших планет, с райских планет, этот Дришта-Дюмна, и всем было известно, что он пришел для того, чтобы убить дрону. Но для того, чтобы обучиться боевому искусству, Дрештадюна к этому же Дроне и пришел. И Дроне прекрасно знал, что перед ним стоит его будущий убийца. И он его обучал, понимаете, это этика учителя. То есть он исполняет свой долг, несмотря на то, что он знает, что он обучает своего собственного убийцу сейчас. Вот это означает, что Дхарма стоит для человека выше всех остальных каких-то идей. А Кама обозначает, я думаю только о своем чувственном наслаждении. Дхарма обозначает, я думаю о своем долге. И поэтому вот такие вот, может быть, немножко нестандартные реакции людей ведической эпохи, которые нас немного удивляют. То есть у Бога нет шизофрении, он не разделился, нет раздвоения личности Кришна за Пандавов, Баларама за Каурао. Бог один, но ради игр, ради игр он разделяется во множество, он через разные формы себя проявляет для того, чтобы как-то взаимодействовать сам с собой даже где-то через это множество. Но узость нашего мышления заставляет нас думать, что это какое-то противоречие. То есть это особенности нашего восприятия. Оксана спрашивает, если я не ошибаюсь, Девахути говорила, как же может быть счастлив тот, кто занимается чувствным наслаждением. То есть эти два понятия несовместимы, получается, ни при каких условиях. Внешне довольны и богаты, и люди несчастны, но не понимают этого, так получается. Или счастье равно чистоте, и занимаясь очищением, оно придёт, и его не надо искать нигде. Это важный вопрос, потому что в сознании обычного человека между чувствным наслаждением и счастьем стоит знак «равно». То есть люди считают, что это одно и то же. Но по сути это разные вещи, как же это понять? Счастье – это глубинный опыт души. Это глубинный опыт души. В то время как чувственное наслаждение – это поверхностный опыт, который мы получаем через ум и чувства. Человек видит какой-то образ, слышит какой-то звук, ощущает какие-то вкусы, прикосновения и так далее. И он получает определённое наслаждение, допустим, от вкусной пищи, от приятной музыки, от того, что сейчас тепло, мягко, комфортно. Вот это определённое чувственное наслаждение. При этом, несмотря на то, что человеку может быть доступно чувственное наслаждение, внутри он может быть глубоко несчастным. То, что вы сказали, да? Богатые тоже плачут. То есть вроде бы у них есть всё чувственное наслаждение, а ощущения счастья нет. Почему? Потому что поверхностное чувственное наслаждение, оно не доходит до души. До души доходит только духовная энергия. А весь материальный опыт, он тормозится в материальных элементах. Он застревает в уме, разуме, эго, всё, до души он не доходит. И поэтому получается так, что чувство наслаждения есть. Человек, там, всё у него, вино льётся рекой, все там, значит, какие-то всё наслаждения, всё, что хотите. Да, на уровне чувства он получает. А, говорится, на душе кошки скребут. Вот, именно по той простой причине, что материальные элементы в виде объекта входят в другие материальные элементы, такие как ум и разум. И человек получает некое временное удовлетворение, но поскольку до души это не дошло, он чувствует себя обманутым, да? Хоть куда-то ушло, как вода сквозь пальцы, и всё, ничего не осталось. А счастье – это именно опыт души, когда духовная энергия доходит до души. И поэтому человек может внешне жить в простых или достаточно, может быть, аскетичных условиях, но при этом быть счастливым, если он взаимодействует с духовной энергией. Если он взаимодействует только с материальной энергией, даже он живёт в совершенно шикарных условиях, всё у него есть, при этом он может быть несчастным, потому что до души ничего не доходит. Поэтому счастье – это опыт души, понимаете? А чувство наслаждения – это поверхностный опыт ума и наших чувств. Ещё можно ответить на этот вопрос, привлекая те характеристики различных видов счастья, которые Кришна даёт в Бхагавадгите. Допустим, он говорит, что счастье в гуне благости – это счастье, которое пробуждает нас к самоосознанию, это счастье, которое вначале подобно яду, а в конце подобно нектару. Счастье в гуне страсти – это счастье, которое рождается из контакта чувств с их объектами, и оно вначале подобно нектару, а в конце подобно яду. А счастье в невежестве – это счастье, которое иллюзорно от начала до конца, и которое рождается из сонливости, лени, иллюзии, безумия, вот таких вещей. И поэтому мы можем понять, что чувственное наслаждение – это сфера гуны страсти и гуны невежества. Одни наслаждаются почище в гуне страсти, другие, как-то так сказать, более по-свински в гуне невежества. Но вот счастье в гуне благости – это уже первый проблеск, первый проблеск счастья трансцендентного, потому что, говорится, атма-будхи-прасада-джам, оно приводит нас к пробуждению разума, к пробуждению самосознания, атма-будхи-прасада-джам. То есть это уже выход на другую сторону. Поэтому счастье не пропадает, а имеет тенденцию увеличиваться, потому что оно связано с речной природой души. В то время как чувственное наслаждение с течением времени приедается. И поэтому мы видим, что оно такое быстротечное, поверхностное. Олег спрашивает. Я не могу понять такой момент. Когда вы называете имена предыдущих ачарьев, то называете просто имя. Например, бхакти-на-дхакур, бхакти-на-то-сарасвати и так далее. А когда упоминаете современных гуру-искон, то обязательно ставите перед их именем уважительное обращение. Его святейшество, его милость. Это немного коробит. Получается, что вы считаете современных гуру-искон выше предыдущих ачарьев? Не является ли это оскорблением по отношению к предыдущим ачарьям или проявлением сектанства? Скорее всего, вы просто не очень отличаете титулы или ученые степени от имен. Поэтому кажется, что я как-то неправильно обращаюсь к этим людям. Смотрите. Дхакур. Это не имя. Дхакур обозначает божество. Просто вы говорите Бхакти-на-дхакур или Бхакти-на-сарасвати-дхакур. Итак, Дхакур это не имя. Бхакти-ситан-то-сарасвати это не имя. Бхакти-ситан-то это определенный уровень образованности в духовном плане. Сарасвати это имя определенной группы саньяси. То есть здесь нет имен. Здесь одни титулы практически. Если мы говорим Бхакти-ведан-то-свами-правхупада, это не имя. Потому что Бхакти-ведан-то это ученая степень, обозначает знаток Шримад-бхагават, титул Бхакти-ведан-то. Свами это титул саньяси. Прабхупада это титул Ачарии. То есть здесь нет имени. Его имя это Абхая-чарана-равиндам-дас. Понимаете? Имя, которое ему дал духовный учитель. Вот и все. И поэтому, когда мы называем все эти титулы Бхакти-ведан-сарасвати или Прабхупада, нет необходимости что-то еще к ним добавлять, чтобы не получалось масло масляное. Если же мы какому-то имени собственному хотим какой-то уважительный такой префикс добавить, мы говорим Шриман или Шрила, или мы говорим на западных языках его святейшество, его милость. То есть это выражение почтения. То есть здесь нет того, что я пренебрегаю именами предыдущих Ачарьев, потому что это не имена, а это титулы определенные. Это определенные титулы, которые сами по себе уже говорят об их очень высоком статусе. А в то время как другие имена для того, чтобы развить им почтение, применяются вот эти вот все Шриман, Шрила и так далее. Или там его святейшество, его милость. Миша задает интересный вопрос. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но когда я слышу его, мне слышится некое пренебрежение долгом, пренебрежение дхармой. А кто-то под этим подразумевает просто такое легкое отношение ко всему, а типа там не бери в голову все мелочи жизни. То есть это вроде как позитивно. Поэтому вероятнее всего пофигизм тоже бывает в трех гунах материальной природы. Вот когда Шукадева голосами говорит, зачем вам подушка, когда можно под голову просто подложить руки. Зачем вам кровать или мягкая перина, когда можно спать на поверхности этих сухих листьев. Да тоже определенный пофигизм, можно сказать. То есть типа не усложняй жизнь, и так можно жить на природе. Но это будет такой пофигизм в гуне благости ради высшей цели. А если какой-то человек пренебрегает своим долгом, и от этого страдают другие люди, вот это на самом деле называется грех пренебрежения долгом. Пренебрежение дхармой – это уже, скажем так, наказуемые вещи. В материальном мире есть даже такая статья «Халатность». Халатность, и людей могут посадить даже за такую халатность, если там кто-то пострадал, или какой-то большой ущерб вследствие этого был нанесен. Поэтому сначала нужно определить, что вы вкладываете в этот термин пофигизм. Просто легкое отношение к жизни – это, может быть, будет позитивным чем-то. А если пренебрежение долгом, что тоже часто под пофигизм имеется в виду, то это совсем-совсем другое. Поэтому сначала нужно определить понятие, а потом уже будет ясно, как к нему относиться. Аня интересуется. «Так все же наше материальное тело – это кусок невежества или храм Господа?» Но это и то, и другое. По отношению к духовному миру, это тело, конечно же, комок невежества. Особенно если в этом теле нет души, то точно разлагающийся комок невежества. Если в этом теле есть душа, то, соответственно, душу сопровождает параматма, она помогает душе. И таким образом, там, где находится Бог, это место превращается в храм Бога. Если мы поняли, что мы всегда находимся в храме Бога, раз тут всегда параматма, наше отношение к телу, наше отношение к жизни будет иное. Вы же не будете в храм всякую гадость заносить, правильно? Поэтому уже будете питать это тело, как храм Бога, какой-то чистой пищи, предлагать ее и так далее. Итак, тело без души, комок невежества, тело с душой, это уже некая стартовая площадка, потому что при помощи тела, физического, душа может получить определенный бонус. Примерно то же самое, что есть ракета, но нету этой стартовой площадки опоры, с которой эта ракета стартует. То есть без ракеты эта стартовая площадка, она просто кусок железа. Но когда там стоит ракета, тогда она дает этой ракете определенный шанс. Точно так же физическое тело при правильном использовании – это некая пусковая установка, из которой душа может стартовать и высоко пойти. Тогда это физическое тело приобретает смысл. И последний вопрос, тоже Аня. В Шимат Багаватам, 10-я песня, 33-я глава, 18-й стих, сказано, что жён полубогов охватило вожделение, когда они наблюдали танец расы. Почему же они испытали вожделение? Ведь это трансцендентная лила, которая, наоборот, должна избавлять от вожделения. Тем более, если полубогини лицезрели самого Кришну. Ну, интересно то, что комментария к этому стиху нет, поэтому нам придется только строить некоторые предположения, что бы это значило и почему это произошло. Предположение первое, что жёны полубогов не были достаточно квалифицированы для того, чтобы понять духовную природу танца расы, и они понимали её на уровне своей обусловленности, и поэтому они испытали вожделение. Допустим, мы знаем, что есть такие люди, псевдовайшнавы, их называются хаджи, которые тоже говорят о танце расы, но вследствие этого чтения и изучения, хотя трансцендентное послание, они это понимают по-мерзки, и поэтому они деградируют. Итак, это первое предположение, что жёны полубогов не были квалифицированы, поэтому они неправильно поняли, и всё это обернулось вожделением. Предположение второе. Это вожделение было по отношению к Кришне, то есть оно не было предосудительным. Это, скажем так, изначальная форма вожделения. Когда мы говорим о избавлении от вожделения, имеется в виду эгоистичное вожделение, то есть когда я себя пытаюсь выставить в роли пуруши, наслаждающегося. Но когда это же чувство, это вожделение направлено на Кришну, это как раз то, что нужно, это то, что испытывали гопи. Гопи испытывали каму, то есть вожделение по отношению к Кришне. Поэтому у мирского вожделения есть вполне ясный духовный прообраз. И Кришну называют изначальным Кама-дева. Кама-дева – это бог любви, и ему поклоняются при помощи Кама-гая-три-мантры. То есть Гая-три-мантры, которые идет в Брахма второе посвящение, называют Кама-гая-три. То есть что это такое? Вожделенная мантра-гая-три, что ли? Нет, это как раз мантра, которая пробуждает у нас изначальную каму по отношению к Кришне, которая непредосудительна. Поэтому слово Кама имеет как материальное, так и духовное значение. То есть материальное вожделение, духовное вожделение. Это как в современной Индии слово имя, према, есть. Према – любовь переводится. То есть просто в обычном плане индусы используют слово према, когда они говорят о мирской любви. Но мы знаем, что для нас према – это высшая ступень. Кришна према, когда она к Кришне обращена. А так, пожалуйста, я вот сейчас в Удупе недавно был, проходил лечение, и там повариху звали према. По-русски переводится как Люба, да? Любовь. Ну все, вот это вот у нас Люба, а у них према. Вот поэтому в мирском исполнении према – это вот просто обычная любовь. А в духовном понимании – о, према – это же самый высочайший уровень. Точно так же и Кама, мы можем трактовать ее на уровне мирского вожделения, либо вожделения по отношению к Кришне. И это Ади-раса, это изначальный вкус отношений, который является самым, так сказать, высшим и самым желанным. Но это, естественно, так сказать, продукт высокого качества не для новичков. Это то, к чему нам нужно прийти. На этом мы сегодня закончим. Всем большое спасибо за ваши интересные вопросы. До новых встреч. Харе Кришну.